Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана, и сегодня будет видео о всех моих книжках про собаках. Ну, возможно, не всех, потому что это все книжки, которые я нашла у себя. Но я вам о них сегодня расскажу и покажу. Ну что ж, давайте мы начнем. Начнем с книг размером поменьше. Первая книжка это от автора А.П. Мазовер, или Мазовер, не знаю очень точно. Племенное дело в служебном собаководстве. Вот такая вот книжка. Здесь нарисован лансер. Ну, вот. Такая книга. Здесь рассказывается о некоторых породах собак. Вот видите, кавказские овчарки. Вот сравнение, какие были раньше, какие сейчас. Восточноевропейская овчарка, вот какие раньше, какие сейчас. Также рассказано о племенных разных вещах. То есть, как там, не знаю, как вам объяснить. Рассказывается о щенках и о рождении щенков. В общем, также тут рассказывается вот анатомия собаки, какие кости у них идут. Вот такая книжка. Мне она нравится. Ну, я сегодня только некоторые книги забрала. Вот. Еще пока что не читала. Но она выглядит очень прикольно. Давайте перейдем дальше. Книжка выглядит, как какой-то альбомчик старый. Это мне дал дедушка книгу. У него были собаки две. И он был охотником. Он как бы много знал о собаках. Вот такая вот книжка. Здесь, видите, вот так вот все напечатано. Тут рассказывается все про собаку. Какую кормить, на каких ошениках носить. Как... Сейчас. Как ухаживать за щенком. Как выгуливать. Как социализировать собаку. Вот как гладить тут. Как нигде ее не надо трогать. Вот. Навыки. Разная дрессировка. В общем, такая вот большая книжка. Широкая достаточно. Давайте перейдем дальше. Следующая книга. Это книжка «Формула добра». Это вот такая книжка. Это не энциклопедия никакая. А имена... Такая, не знаю, как проза. Обычная. Тут рассказывается от имени собаки. Она рассказывает о своей жизни. Вот я читаю. Еще у меня была книжка от этого же автора. «Фокусима» или «История собачьей дружбы». Но она у меня у бабушки лежит. Вот. А это вот такая вот у меня. Очень прикольная книжка. Кстати, советую всем почитать. Дальше. Это вот такая книга от Виталия Нехаева. «Воспитай себе друга». Издательство «Одельская литература». Она у меня вот такая отгрязная немного. Потому что я брала в этой библиотеке. И так и не сдала. Я забыла про нее. Ну, ладно. В общем, такая книга. Тут щенок рассказывает о своей жизни. Вот. Как бы тут все показывается, как он куда ходил. Не знаю, что это. Вот. Тут также рассказывается о разных породах. Как собака себя ведет. При испуге, при злости, радости. Ну, очень интересная тоже книжка. Вот породы разные. Не фаундленд. Так он тут какой-то очень худой. Как бы скрещенный с каким-то лабрадором. Из дворняжки. Я не знаю. Не похож на не фаундленда. Не очень. Ну, ладно. Вот тут разные породы. Перейдем дальше. Следующая книжка – это что делать, если моя собака тянет поводок, оказывается от еды и так далее. Вот такая вот книжка тут, дерущиеся с собаки. Вот. И тут все написано, что делать, если моя собака. И куча всего. И тут везде все рассказывается, что где нужно сделать. Очень прикольная книга. Мне она очень нравится. Вот так же, как мыть собаку, как отучивать, чтобы она не бегала за котами. И там все такое. Так же, по уходу за собакой. То есть, просматривать уши, чистить зубы. Ну, вот. Вот такая вот книжка. Давайте перейдем дальше. Следующая книжка – это мини-циклопедия подрессировки и проблемы поведения собак. Вот такая вот книжка. Она достаточно широкая, но маленькая, очень удобная. И тут рассказывается, как учить собаку красным командам. Сидеть, лежать, место рядом. Вот. Как куда нужно заходить, что нельзя делать, как тут не прыгать на хозяев, чтобы собака шла рядом. Вот. Тут обучение идет. Вот такая книжка. Тут очень все хорошо показано, как нужно учить собаку. Мне это очень нравится. Давайте перейдем дальше. Следующая книга – это всегда рядом книга о собаках. Такая вот книжка. Тут иностранный писатель. Писатель. Ну, да, писатель получил. Ладно. Вот такая книжка. Тут рассказывается о породах, как за ними ухаживать, рассказывается о породе. Также вот будки, повозки, ошельники, как мыть собаку, как расчесывать, как там глистогонить. Вот все зубы тут показываются, как у собаки. Ну, также анатомия, в общем. Такая книжка. Вот такая. Давайте перейдем дальше. Книга – это большой исправочник по роду собак. Мне он очень нравится. Давайте вот так вот его опущу и покажу. Тут рассказывается о разных, о каждой породе. Вот, ой, пардон. О каждой породе так рассказывается все. Характер ее. Вот, не фанлинг. История использования. В общем, вот такая книжка. Давайте перейдем дальше. Книга – это послушная собака. Современные методы дрессировки. Такая вот книга. Нарисовал. Ой, нарисовал. Ауквикси зонтат. Зонтат. Вот. Вот такая книга. Послушная собака. Тут рассказывается, как обучать собаку. Так же все про дрессировку. Вот. Как отучать, тянуть. Показывать зубы. Разные команды. Обычные команды по УКД. Вот. В общем, как тут нужно давай лакомства, учить собаку. В общем, вот вы видите. Куча разных методов. Мне тоже очень нравится. Как-то все показано по картинкам. Как нужно все это делать. Вот. Давайте перейдем дальше. Тут такая книжка. Дрессировка и воспитание собаки. Такая вот книга. Тоже достаточно широкая. Тут все так же показывается, как отучить собаку-то одной команде, там другой. И так же вот рассказывается о разных породах. Как отучить собаку. Тянуть поводок. Приучить к транспорту. Вот отжилить. Куча всего ездить на велосипед... Бегать рядом с велосипедом. Почти в команде сидеть. Вот. Веселая школа игры с собаками. Вот. Тут куча всего. Очень интересная книжка. Мне она очень нравится. Следующую книгу мне подарил также дедушка. Ну, отдал ее. Четыреста советов любителю собак. Это Манфред Кох. Костерезиц. Написал. Такая книга тут нефаундит, нарисован. Вот. И тут куча. Всего. Выбор породы. Например, вот. Кормление собаки. Уход за собакой. Больная собака. Как давать собаке лекарства. Оборудование для дрессировки. И так далее. И тут так же все описано. Все рассказано. Что нужно делать, что нельзя. По стрижке. По всему. Вот. Видите. Тоже очень интересная книжка. Тут тоже очень хорошо все расписано и показано. Вот. Все. Давайте дальше. Следующее. Это вот такая вот книжка. Рисунок 50 собак. Я достаточно хорошо рисую животных. Большей части собак. Думаю, многие это знают. Вот. Эта книжка. Мне нравится иногда взять нарисовать какую-нибудь такую собачку небольшую и раскрасить ее прикольно. Вот. Тут все поэтапно показано. Это написал Ли Эймис. Вот. У него так же много есть разных серий. Это дрессировка собаки за 21 день. Такие вот. Такая книжка. Тоже очень все показывается хорошо. Как водить собаку. На чем водить амуниция. Как учить собаку разным командам. Вот. Вот так вот. Тоже очень хорошая книжка. Мне она тоже очень нравится. Написал Колин Тенант. Следующая книга, которая мне тоже очень-очень-очень-очень нравится. Прям вообще. Я написал А.Н. Шкляев. Это вот такая вот книга. Ой, у меня листик загнулся. О анатомии, породах. Вот. Вот анатомия собак идет. Так вот дальше идут породы. Это Миша Гавка. Сейчас пойду с ним гулять уже. Вот лабрадор. Тут стены неаполитана. Куча вот хаски. Также дрессировка, уход и содержание. Очень мне нравится эта книга. Она очень классная. Вот такая вот. Ее, кстати, можно купить в Читай-городе. И это не реклама. И это тоже в Читай-городе. И это тоже не реклама. А еще можно заказать... Ладно, все. И следующая, последняя книжка моя. Это как изучить собаку от вредных привычек. Вот такая вот большая книга тоже. Она широкая. Также тут про дрессировку. Про все, как собаку обучать. Также тут все показывается. Вот. Ладно. В общем, ну, видите, мне очень нравятся все эти книги. Я прям их читаю очень часто. И, в общем, ребята, если вы хотите видео, чтобы я вам рассказала о какой-то дрессировке собак, потому что много информации я беру именно из этих книжек. Адрессировки собак. Я вам буду все поэтапно показывать на Миши. Также какие-то команды на Леле. Вот. Если вы хотите такое видео еще, если вы хотите видео о рисовании, то пишите мне в комментариях. Вот. Если вам понравилось это видео, то ставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...